всем привет вот и у меня добрались руки чтобы справить вот такую проблему заказал я как и многие ремкомплект ограничителя дверей сразу на четыре стороны сейчас будем приступать что нам для этого нужно для этого нужно будет открутить ограничитель тут 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 снять обивку здесь саморезик здесь саморезик с этой стороны саморезик я думаю многие знают как это все делается выкручиваем саморезы снимаем обшивку для удобства будем отстегивать все штекера наверно и вытаскивать направляйку приступаем к работе теперь берем инструмент инструмента уже шесть лет много чем перекрутил проблем с ним в принципе никаких нет ни одной головки я еще не поменял трещотки тоже все родные так я думаю там на 10 головка должна быть единственное что с этим инструментом случилось это порвалась вот эта подложка все все остальное с ним в принципе все в порядке единственное еще что я докупил это вот такой удлинитель потому что этот самый длинный из набора и вот такую вот насадку один раз что-то понадобилось не помню пришлось купить с тех пор она здесь лежит фигушки ключик у нас здесь должен быть на 13 скорее всего значит на 10 это вот здесь вот открутим сначала вот что вот здесь вот 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 так немножко обманул не на 13 на 12 головка и да я не очень люблю крутить руками поэтому я купил такой переходник подголовки на шуруповерт да как-то жестковато наверное немножко сорвем это все дело и потом будем шуруповерт откручивать все открутил теперь буду снимать обшивку так так сморезики открутили теперь снизу начинаем ее сдергивать на одной рукой не очень удобно поэтому ставим на паузу отрываем уголок сколько пыли сколько пыли тут как раз таки не убирались здесь не мешает обивку отторвал снимаем теперь нам нужно добраться до ограничителя я буду лезть прям сразу через эту пленку где-нибудь найду чтобы ничего лишнего снимать не разбирать найдущих местечко наверно и вытащу его и так ничего подобного пришлось короче отключить штыкера троса не стал снимать нет нигде там не подлезешь толком у всех так не у всех но весь усилитель получается с трапецией дворников не дает динамик все попадал убираем динамик достаем ограничитель вставляем пока так дальше нужно разобрать всю эту конструкцию отогнуть усики и в теории там должно находиться то что нам нужно а это пластмасс очки так что надо взять на плоскую отвертку крепкую у меня есть такая заточенная и разбирать вот такую отверточку вот так подсунул и потихонечку сверху ударил молоточком бил-бил и все у нас получается вот так вот они разгибаются и все сейчас остальные три и все у нас в руках второе тоже разогнули идет проверяющий вики морда наглая давай 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 нечего здесь стоять над душой так в принципе все разогнули а теперь это все достаем так вот это все выглядит в таком состоянии сейчас будем ставить вот эти штучки так выглядит упаковочка в ней же есть и настройка инструкция где рассказывается что да как делать в принципе их можно было и кусачками откусывать а потом плоскогубцами зажимать в принципе инструкция понятная приступаем установочки перешел на другое место в тенечек хоть уже вечерок солнце садится но все равно что жарковат вот так его протер теперь что мы будем делать по инструкции по инструкции нам что нужно установить фиксаторы упругие элементы в корпус ограничителя нанесите со всех сторон сухую смазку на шток новые фиксаторы упругие элементы дайте смазки высохнуть сухая смазка продлить строк службы фиксаторов сделает ход ограничители мягче приступаем мазать мазать со всех сторон сухая смазка графита у меня хоть одним местом жуй вот все остального нету приступаю к смазке так воткнул я их вовнутрь получилось воткнуть их только вот в этом месте то есть получается она самая тонкая здесь они встали поставил сразу с этими пластинами что в 150 раз не разбирать и сейчас буду их вытягивать сюда то есть к этой части и соединять плоскогубцами так вот так то я спустил один я завернул жалко шуруповер туда не подлазит теперь головку на 12 вот так вот наживляем немножечко и и выдавливаем все готово теперь нужно нормально закрутить вот этот болт все поставили все прикрутили теперь проверяем все ли у нас клипсы эти ежики на месте вы себя за обломился теперь нужно подобрать новый так как я давным-давно заказал вагон этих клипс с алиэкспресса у меня не есть вот так перед этой процедурой лучше запастись ими вот это я как понял родные желтый наверно уже нет все соединяем обратно штекеры вешаем сюда на место смотрим что они у нас все заходят в отверстие и защелкиваем ставим обратно и щелку и закручиваем обратно все саморези ки что вот она в таком положении открыто стоит на можно было наверно эти пластинки не ставить прям туговато можно бойтесь был без пластинок ну что-то по 150 раз собирать разбирать желания нету поэтому я сразу эти пластинки белые поставил прям 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 жестко ну еще разработается я думаю можно я думаю еще подмазать здесь будет чтоб попроще ходила ну а следующий дверь тогда я пластинку эту ставить не буду чтобы попроще открывать так что все приступаем к следующим дверям так очистили вот это вот мы от грязи очистили ее от грязи также резиночки вот эти вот теперь нам нужно смазать лучше это дело конечно встряхнуть и намазываем и и надо чтобы у этого есть так и как вот м м это вот это со всех сторон помазали теперь резиночки буферки так их назвать со всех сторон толстый слой здесь не нужен правильно их потом поставить на место дальше таким образом ставим надеваю втулочку вторую если надо если сильно изношено тогда сюда можно надеть пластиковые белые пластинки я на переднюю дверь одел но такое себе придется снимать и удалять их просто так не удобно их одевать поэтому вот эту чашку лучше стащить ниже как можно ниже чтобы было больше пространства и одеваем вторую первую и вторую плоскость меньшей стороной то есть где меньше расстояние надеваем вовнутрь туговато это идет вот тут все оп не села с этим потяжелее приходится все можно ушки побольше разогнуть чтобы было полегче все залезли теперь нам нужно эти ушки загнуть обратно с тисками это все удобнее и все вот так вот мы собираем вот так вот я поджал их сверху постучал и они загнулись ну все теперь можно идти их ставить туговато поэтому пластинки эти белые ни к чему все приступаем к установке задней двери ну все вот в этом положении мы прикрутили насколько смогли натянуть тогда ограничитель резинки на него а теперь открываем все как видим дверь держится все в двух положениях она держится спокойно в принципе эти проставки были не нужны поэтому с передней двери наверное сейчас буду их удалять потому что реально тяжело открывать ее ну и все все остальная сторона правая аналогично левой так с этой стороны немножко ситуация лучше в этом положении держит в этом положении держит в этом положении держит то есть можно по идее ее не разбирать а здесь уже ну как то так доводчик поэтому сейчас эту дверь мы сделаем а эту посмотрим ну и так что у нас получилось то есть во всех режимах теперь двери держатся ну вот это вот я не трогал не стал я ее делать пока сделаю чуть попозже ладно хоть она немножко держится хочу попробовать эти ограничители попробовать на митсубиси встанут или не встанут вот так все можно покупать эти ремкомплекты и вставить ничего сложного нету занимает не так много времени все всем удачки